Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас традиционный эфир с хорошо знакомым и любимым нами Эльдаром Намазовым, но с нетрадиционной темой – выборы в Соединенных Штатах Америки. Ну, вроде бы как, где Кура, где мой дом? Где Соединенные Штаты, где мы? И тем не менее, вот, увожу на экран победителей, проигравшую, Дональд Трамп, теперь уже официально, такая разная Америка, теперь уже официально становятся на данный момент такие результаты, 277 выборщиков. И вот мы видим колеблющие Штаты, Бисконсин, Пенсильвания и Джорджия. Три колеблющих Штата уже одержана победа, кстати, в остальных колеблющих Штатах тоже похоже, что побеждает Дональд Трамп, а это означает, что Дональд Трамп становится 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Приветствую, Эльдар! Извини, что так долго, но... Я понимаю, что чувство тебя переполняет. Дорогому, я приветствую тебя и наших всех зрителей, призываю подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, не забывать про древнее кавказское поверье, что кто подпишется и поддержит канал Геловасадзе и того, что только хорошие новости. И я считаю, что мне очень повезло, что по средам два раза в месяц я выхожу в этот эфир сейчас, не каждую неделю нет возможности. Но, кажется-таки, именно в среду решилась судьба этих выборов, о которых очень много говорили. Я с большим удовольствием прокомментирую вот ее и результаты, и причины, почему так произошло, и поговорим немножко, наверное, о будущем, что это может означать для всего мира. Ну что ж, начнем с того, что республикация получает не только президентский пост, но смотрим выборы в Сенат. Республикация получает не только президентский пост, но и смотрим выборы в Палату представителей. И здесь тоже республикация. Таким образом, получается, что у Дональда Трампа есть карт-бланш. Есть карт-бланш. Давай начнем с того, что означают эти выборы для всего мира. А потом, ну, я заявил тему Трамп, Азербайджан и Южный Кавказ. Конечно же, мы о нашей региональной общественной тоже обязательно поговорим, потому что, ну, как бы, все это понятно, но своя рубашка к телу всегда ближе. Так ведь? Да, я одно уточнение сделаю. То, что Трамп победил на выборах, это уже факт, свершившийся факт. То, что республиканцы взяли под контроль Сенат, это тоже свершившийся факт. Палаты представителей, они имеют преимущество, но там еще подсчеты продолжаются. И есть просто вероятность такая, да, довольно-таки высокая вероятность, что они могут взять контроль над палатой представителей. А если сюда еще добавить, что у республиканцев преимущество в Верховном суде, это очень важнейший институт для Соединенных Штатов, в котором принимаются стратегические решения по вопросам Конституции, законов, и там республиканцы тоже сейчас преобладают. Ну, получается, такой карт-бланш очень явный, это какая-то такая, можно сказать, революция сверху ожидается, потому что контролируя Сенат, имея преимущество в Верховном суде и президентскую администрацию возглавляя, и еще добавим туда, что вот палата представителей тоже может оказаться под их контролем. Это, конечно, очень серьезное событие. Я сегодня снимаюсь в одной интересной футболке, этой футболке 20 лет, но я ее не то, что там 20 лет носил, нет. Чуть-чуть подальше сделай, чуть-чуть подальше, просто ее не видно сейчас. Чуть-чуть подальше, вот так вот, и открой, да, чтобы мы видели Эндрю Майерс какой-нибудь. Эндрю Майерс, палата представителей, демоград. Да, демоград. Дело в том, почему я ее одел, это я привез в подарок, как сувенир, 20 лет назад, в 2004 году. Я был приглашен к правительству Соединенных Штатов для специальной программы для молодых лидеров. Эта программа включалась обучение, двухнедельное обучение в оборам. Это было приурочено к тем президентским выборам, когда Буш-младший шел на второй срок и боролся с Джоном Керри в 2004 году. Тогда же проводились выборы параллельно в Конгресс. Эта специальная программа включала в себя, во-первых, теоретическую часть, обучение избирательным технологиям, как анализировать электоральное поле, как разрабатывать избирательную стратегию, как ее реализовывать, как оценивать сильные стороны противника и слабые его стороны и так далее. Там очень масса интересных вещей теоретических. Но потом, после теоретической части, я работал поочередно в штабах Демократической партии и Сквадской партии, чтобы на практике все это посмотреть, как это реализуется. Вот в данном конкретном случае, вот колеблющий штат Висконсин, который один из семи штатов колеблющих, я в Висконсине участвовал в избирательном штабе работе кандидата Майерса, который был от Демократической партии. Но на федеральном уровне, на президентских выборах я ходил в штаб Республиканской партии. Там изучал, как они реализуют все на практике. Почему я это все рассказываю? Потому что многие вещи, которые происходили во время этих выборов, в том числе, которые имеют отношение к нашему региону, к Азербайджану, Армению, они, в общем-то, объясняются особенностями их избирательных стратегий. И просто надо знать, что лежит под оплёкой. Потому что наша же передача, мы не просто анализируем как индивиду, показываем свои знания, мы делимся опытом. Мы хотим, чтобы наши зрители лучше понимали происходящее событие, точно понимали суть происходящих. Поэтому некоторыми такими вещами стоит делиться для того, чтобы в будущем, когда такая ситуация повторится, чтобы им была более понятна ситуация. Ну, например, на последнем отрезке этих выборов на финишной прямой неожиданно Байден обратился с письмом к Ильяму Алиеву и Николу Пашиняну и послал своего представителя Карпентера, Майка Карпентера, для того, чтобы ускорить мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Все тогда очень удивились, что до конца выборов осталась одна неделя. И Байден-то призывает до конца года подписать. То есть, может, он не проиграет выборы, может, Трамп придет. Зачем это им на послевыборный период сейчас как-то что-то загадывать? И в чем тайна вот этого визита за неделю на финишной прямой? Тогда я в экране у тебя на канале и на своей передаче на азербайджанском языке в Баку это объяснил тем, что идет борьба за голоса армянских избирателей на последнем этапе. Многим показалось это странно. Известно, что в начале предвыборной кампании вопрос армяно-азербайджанских переговоров не входил ни в первую десятку, а может быть даже не во вторую десятку приоритетов этих кандидатов в президенты. Во время дебатов ни разу эта тема вообще не затрагивалась. Было понятно, что это не является каким-то важным фактором для избирательных кампаний. Правильно, я согласен, что так и было. Но в особенность избирательных стратегий и у демократов, и у республиканцев они одинаково оперируют одинаковыми подходами, цели ставят одинаковые, просто в своих интересах. Дело в том, что вот эта картина, вот общенациональная повестка, которая вырисовывается на первых этапах избирательных кампаний Соединенных Штатов, она держится в силе почти до конца кампании, пока не определяются колеблющие штаты. Колеблющие штаты, от решения которых зависит судьба всей избирательной кампании. В разные годы бывает разное количество колеблющих штатов. Иногда бывает 5, иногда 7, иногда 8, иногда 9. Из года вот это меняется. Когда к финишу вырисовывается, что такое-то количество штатов в этом году еще не определилось, она колеблющие, по ним производится дело отдельная работа. Вот как в общенациональном масштабе была проведена работа, было в электронном поле определено, сколько там процентов, допустим, какого возраста, сколько процентов в какой профессии, сколько процентов в какой конфессии, религии и так далее, и так далее. То есть большое электронное поле, и у кого какие интересы, это все разрабатывается, то к финишу берется колеблющие штаты, и по каждому из них заново проводится эта работа. В общем, берется каждые 7 штатов и составляется отдельное избирательное поле для этого штата. Допустим, там 30 сегментов выявилось. По половозрастному принципу, по религиозному принципу, по производственной фермеры есть, рабочий класс есть, частный бизнес есть, государственные чиновники есть, есть мормоны, а есть евангелисты, а есть другие католические общества, может быть, там и так далее. Вот, допустим, в каком-то штате колеблющем выявилось 30 электоральных важных сегментов. Потом по ним проводится такая же работа, что какие сегменты уже определились, а какие колеблются. То есть есть какой-то сегмент, в котором уже 60-70% определило, что оно будет голосовать за Республиканца или за Демократа, уже на них силы не тратится, время не тратится, потому что их переубедить за неделю, за 10 невозможно. То есть внутри штатов тоже есть колеблющие штаты, а внутри колеблющих штатов есть уже определившиеся сегменты избирательного поля, а есть колеблющие сегменты. И вот к самому последнему этапу выяснилось, что, допустим, 7 колеблющих штатов, и в некоторых из них армяне составляют... Мичиганы. 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 Да, 2 штата. Они входят в десятку, первую десятку штатов, где проживает армянское население. Причем официальные цифры есть, они немножко принижены, потому что после Второй Карабахской войны несколько сот тысяч армян покинуло Армению, в этот раз большинство издеков уезжало не в Россию, значительная часть уехала и в Соединенные Штаты, и самая армянская община, она приводит совсем другие цифры, там более высокие цифры, сколько проживают армян в Кенсильвании и Мичигане. И поэтому этот сегмент заинтересовал и Трампа, и демократов, потому что армяне традиционно голосовали за демократического кандидата, большинство в своем, но в этот раз армяне выдали претензии к Байдену и Администрации, что Байдена и Администрация не оправдала их надежь. Во время их работы, когда они возглавлялись в Соединенные Штаты, Азербайджан добился всех своих целей, Азербайджан взял под контроль Карабах, армяне были вынуждены покинуть Карабах, и что сделала эта администрация? Она что, помешала этому? Она, может, наказала Азербайджан? Да, они восстановили действие 907-й поправки, но, во-первых, это 907-я поправка, от этого Азербайджана ни жарко, ни холодно, по большому счету. А, во-вторых, пройдет несколько месяцев, и президент отправит письмо в Конгресс, и его опять, так сказать, приостановят. Это, в общем-то, нельзя считать адекватным, как армяне считают, это неадекватный, в общем-то, ответ Азербайджану за то, что Азербайджан одержал такую победу и над армянами, и поставил в такое трудное положение. Это недовольствие армян вылилось в поездку к Таликоса, не Чмядинского, а Кирекисского ароматена, который поездил по этим штатам и убеждал общину, что мы от демократов ничего не получили, это было не очень хорошо. Когда я сказал, что это письмо Байтона и пресс Карпентера, связанное с борьбой за армянские голоса, некоторым это показалось странным, но вслед за этим через два дня Трамп написал в своем твиттере, что эта администрация не оправдала надежды армян, она их не защитила и так далее, и так далее, а потом выяснилось, что Трамп позвонил этому католикосу армянскому, Араму Первому и выражил уважение к армянской общине, всем уже стало ясно, что они борются за их голоса. Вот я объясняю, почему. Потому что в колеблющих штатах, если это неопределившаяся какая-то община, ну 20 тысяч, 30 тысяч, за нее тоже борются, потому что на прошлых выборах в колеблющих штатах некоторых победа была держана с перевесом 20 тысяч голосов, то есть 20 тысяч голосов в каком-то колеблющих штате решали судьбу выборов в общенациональном масштабе. Поэтому не надо путать, в общем-то, общенациональную повестку, которая на первом этапе вырисовывается, на основе этой общенациональной повестки ведутся дебаты, ведется политика, но потом, когда наступает период борьбы за колеблющие штаты, все заново разрабатывается. Что там уже определилось, а что не определилось, где какая община, где какие половозрастные группы, кто уже решил, что будет голосовать точно за кого-то, на них время не тратим, а где не определились. Это может быть и армянская община, это может быть, допустим, латиноамериканцы, это может быть, я не знаю, мармоны или что-то, да. Вот на этих группах неопределившихся, вот этих колеблющих штатов, на них затачивается внимание. Вот это событие в финишной прямой и приезд Карпентера Майкла Баку-Ерева, и письмо Байдена Ильяму Алиеву и Пашиняну, и твит Трампа о том, что эта администрация ничем не помогла армянам, и звонок Трампа Араму Первому. Все это было, Католикосу Кирикитску Мараму Первому, все это было связано с тем, что в колеблющих штатах двух из них, Метельване и Мичигане, были армянской общиной, которая не была известна, за кого они будут голосовать. И каждый старался перетянуть их на свою сторону. Что касается уже результатов, мы перейдем к итогам выборов. Да, можно переходить к итогам, вывести карту тебе, чтобы было нагляднее. Ну, я скажу тогда, исходя из своего опыта, потому что там в Штатах, когда я проходил и теоретическую подготовку, и практику изучал, это избирательную, что я хотел сказать. Победа, безусловно, очень явная с большим преимуществом. Я ее оцениваю как поворот, внутренний политический поворот. Это красная волна, скажем так, это лесовканская. Я думаю, что в Соединенных Штатах Америки придет серьезные изменения, как раз таки с учетом того, что и Конгресс будет под контролем и то, что Верховный суд под их контролем. Я думаю, это реакция на то, на левую платформу, левую повестку, либерально-демократическую повестку, которая вызвала определенное, которая доминировала в коллективном Западе и в Соединенных Штатах в последние годы, которая вызвала определенное отторжение в ряде европейских стран и вызвала там правоцентристскую волну, которая очень усиливается в последние годы. Мы знаем это и во Франции, и в Германии, и в Австрии, в некоторых уже там в Венгрии, других они уже пришли к власти. И это, в общем-то, такое же отторжение происходило и в Соединенных Штатах Америки. И я видел, вот здесь некоторые элементы пиара, в котором чувствовалось, что это ответная реакция. Потому что, если ты помнишь, на прошлых выборах был популярный-то слоган Black Lives Matter, да, то есть «Черные жизни важны», да, то, что это такая левая такая была компания, извинения перед теми чернокожими, кожами, целования их ног, там свергали с педесталов исторические деятели, что у них тоже работали рабы, и поэтому свергали основы основнователей американского государства. В этот раз республиканцы отыгрались на этот счет, на счет этой белки. Жизнь белок важны. Так когда эту белку в Нью-Йорке, где демократический штат, демократическое руководство этого Нью-Йорка, они отобрали вот эту белку, что-то его незаконно, белку енота, да, но енот не так был знаменит, а у белки... Енот выжил. Енот, я не знаю, выжил или не выжил. Выжил, выжил енот, белка умерла. Да, а белка, оказывается, на нее был заведен аккаунт, про нее писали, у нее 600 тысяч подписчиков, все ее очень любили, а эти власти Нью-Йорка отобрали... Не, реально жалко белку, мне жалко белку. А республиканцы отыграли, что вот демократическая партия, вот такая лево-либеральный фашизм какой-то, бедного белку усыпили, убили, вместо того, чтобы выпустить на волю, даже если ты не считаешь, что он не имеет права его дома содержать, ну, выпусти его в парк, выпусти его, для чего его убили, и назвали это «жизнь белок важна». Парафраз сделали, то, что «жизнь черная, черная жизнь не важна», а «жизнь белок тоже важна», да, то есть когда определенная реакция общества произошла. И очень важные два больших сегмента в этот раз стали голосовать за Трампа. В первую очередь я хотел бы сказать о латиноамериканцах. Традиционно считалось, что большинство латиноамериканцев голосуют за демократа. Так и было. Но дело в том, что демократическая партия явно перешла все границы в попытках усилить приток иммигрантов из Латинской Америки, считая, что тем самым она увеличит свой электорат. Вот незаконная миграция создала в Соединенных Штатах большие проблемы, социальные проблемы, проблемы, связанные с преступностью, с рабочими местами, все и так далее. Но демократы радовались, что это мы увеличиваем свой электорат, и нам будет легче победить республиканцев, потому что латиноцы это наш электорат. Но произошло неожиданное. Дело в том, что вот такой приток незаконных эмигрантов вызвал оттажение не только у белого населения, но и того латиноамериканского населения, которое 10, 15, 20 лет назад на законных основаниях переезжали в Соединенные Штаты. Они начинали с нуля, обустраивали, наконец, стали нормальными там жителями этих средних городов, они стали добропорядочными американскими гражданами. В этот момент идет наплыв латиноамериканцев, и латиноамериканцы, которые там живут на законных основаниях, они тоже страдают от этого, они теряют тоже рабочие места, их дети не могут все нормально по улицам городов своих пройти, есть уже кварталы, которых страшно войти, потому что там преступность огромная, и вот это вызвало даже отторжение вот этих латиноамериканцев, которые переехали 10, 15, 20 лет назад, они сказали, что вы делаете, поставите заслон на границе, и нельзя пропускать без, вот так открывать ворота и запускать кого попало, да, а кто за это борется, за это борется Трамп, демократы наоборот, все больше раскрывают двери, что чем больше приедут, тем лучше, тем больше у нас будет электорат, и это уже жители Америки, латиноамериканского происхождения, 10-летним, 15-летним, 20-летним, 30-летним стажем, их это возмутило, сказало, что нет, остановите приток этих мигрантов, они абсолютно были не рады, что вот эта волна новая пришла, которая абсолютно незаконна и приносит столько много проблем в сфере социальной жизни, в сфере преступности и все и так далее, и они внезапно стали массово голосовать за Трампа, я не говорю, чтобы большинство проголосовало за Трампа, но в таком количестве, в каком никогда не за республиканцев не голосовали, то же самое чернокожие население, черное население, тоже стало голосовать за Трампа, что остановить эти миграции, если демократы не могут остановить, наоборот, подталкивают, поощряют такую иммигрантскую волну, уже раньше в больших американских городах с опаской можно было зайти в районы, где проживали большинство черного населения, да, в Нью-Йорке это были некоторые улицы, там и 42-я, и 43-я, вот вся эта зона, Чикаго некоторые были, в других городах были, но они давным-давно эти все слащенные места уже вычищены, там стала нормальная жизнь, вот сюда сейчас прилетают, приезжают иммигранты демократической власти Соединенных Штатов, отдают им трехзвездочные отели, четырехзвездочные отели, пускай эти иммигранты там проживают бесплатно, дают им какие-то пособия, все и так далее, людям, которые вообще не имели права переехать Соединенных Штатов, и это возмущает и черное население, они тоже говорят, что они с собой несут преступность, и так далее, в общем, эта проблема оказалась очень выигрышной для Трампа, не случайно он с первого дня и до последнего дня говорил о том, что я закрою границы, я вышлю обратно этих иммигрантов, потому что именно эта волна иммигрантская, она способствовала тому, что часть черного населения, часть латиноамериканцев, которые лет 10, 15, 20 уже обжились одним, они стали голосовать за Трампа, что пусть он остановит эту волну, пускай он вычищает наши города от того, что сделали демократы. И вторая это экономическая часть, при Трампе экономика хорошо росла до пандемии, проблемы начались просто после пандемии, и все понимают, что в общем-то пандемия такая, такая психильная катастрофа, бестры, которые нельзя записать в общем-то бактив Трампа, он здесь не виноват. Но при демократах резкий рост цен, очень большая инфляция, люди реально стали жить намного хуже. Вот на это в первую очередь обращали внимание электорат, и плюс очень многие внутренние вопросы, такая, то, что я называю либеральной демократической повесткой, которая, ну, они берегов просто не придерживаются, да, берегов не знают. И это вызывало отторжение и в части европейских стран, и во многих других странах, а сейчас и в Соединенных Штатах. В общем, цель... По поводу экономики. Да. По поводу экономики я хочу проиллюстрировать одну вещь, как Дойл Джонс отреагировал на победу Трампа. Это, конечно же, пока... Это просто не надо делать далеко идущих выводов, но это очень показательно. Мы видим, вот, заканчиваются выборы 9 часов, и когда уже час ночи, когда ясно, что Трамп побеждает. Мы видим резкий рост индекса Доу Джонса. Доу Джонса это фактически индекс зилопоактивности США. Да, да. Это тоже достаточно показательный момент. Знаешь, вот для меня был очень показательный момент, когда Джек Безис, владелец Амазона, Амазон, и он владелец Вашингтон Таймс, да, он официально выступил с тем, что наша газета больше не будет поддерживать ни каких кандидатов президента, когда они традиционно они всегда поддерживали именно кандидатов демократической партии. Вот он об этом объявил, и там разразился, конечно же, определенный скандал, около, по-моему, 200 тысяч подписчиков от демократического лагеря отказались от своих подписок на его газету, несколько там известных журналистов, коломнистов подали в отставку, но он выступил сам потом с большой статьей и объяснил, что нам уже никто не верит, хватит уже обманывать свое общество, все и так далее. Он интересную вещь сказал, он сказал, что мы иногда опускались до уровня Конгресса, а Конгрессу доверим меньше всего, да, Соединенных Штатов. Он так в своем статье написал, что наименьшим доверием пользоваться Конгресс. Но мы сейчас умудрились как средства массовой информации опуститься ниже Конгресса. То есть никакого доверия к нам нету, и из этой тяжелой ситуации надо выходить. И он отказался поддержать Харрис, потому что вся эта пропаганда демократической партии, она в общем-то держилась на химнофейках, на стереотипах, на вымышленных каких-то приоритетах. На самом деле это была чудовищная подтасовка, я об этом говорил в твоей передаче, что менять кандидата после того, как уже прошли первые дебаты, это нарушение всех правил, когда традиции, которые есть в Однем Штатах. Более того, если бы Байден хотя бы ушел в отставку с поста президента и объяснил, что человек просто физически не может ни страной управлять, ни быть кандидатом. Это было понятно, что всякое может случиться, человек может умереть, может заболеть, все и так далее. Но Трампа оставили президентом, даже он президентские функции может выполнять, а кандидатом быть не может. И вместо него после первого раунда боксовского боя на втором раунде выпускается свежий боксер. И причем Байден остается в игре. Иногда какие-то шпильки бросают в адрес Трампа, и Трамп должен и с Байденом бодаться, ему отвечать. Что с Камалой пикироваться? Это абсолютно ненормальная ситуация, это нарушение всех правил, норм, традиций избирателей, которые были в Соединенных Штатах. В общем, в целом, я думаю, что карт-бланш Республиканская партия получила очень большой, а редко, когда бывает, чтобы и Конгресс, и администрация были в руках одной партии, тем более, сейчас сюда добавляем, что в Верховном суд Соединенных Штатов. Это бывали такие случаи, но они достаточно... А сейчас вот такая волна правоцентрическая, консервативная, и уже Европа на это трагировала, Европе переполох, значит, во Франции, в Германии, что с Трампом уже заново надо будет договариваться, Европа должна, может быть, рассчитывать в основном на свои силы, ну, про Азербайджан скажу, да, скажу про Армению, там тоже переполох, про армянское лобби, допустим, Европарламент, то же самое, там, заместитель Европарламента, там, госпожа Луазе, там, другие, третьи, французские, они все сейчас пишут унылые посты, что нам нужно собраться, подумать, что, как нам быть, нам придется в одиночку бороться без поддержки Вашингтона. Во время твоего посещения Шушинского медиа-форума наш президент очень откровенно ответил на вопрос о Трампе, я даже у тебя комментировал, сказал, для меня это было неожиданным, один из немногих лидеров государств, который задолго до исхода выборов сказал, что нам легче работать с в канцерах было, при Трампе не было воин, он не допускал этого и старался, чтобы не было этого, и тогда это вызвало очень большой резонанс, что президент Азербайджана не скрывает, что его симпатия на стороне Трампа, и многие говорили, что может это преждевременно, не преждевременно, но он сказал то, что он считает правильным, и сейчас выясняется, что он абсолютно правильно сделал, конечно, президент Турции поздравлял его, он в своем письме написал поздравляю моего друга Трампа, он обратился к другу, Трамп очень часто вспоминал Эрдоган на своих выступлениях, он говорил про Камалу Хари, что куда она сойдется в большую политику, она глупая и так далее, ей же придется иметь дело с председателем Китая, с президентом России, ей придется иметь дело с Эрдоганом, то есть он всегда ставил Эрдогана в ряд таких самых сильных влиятельных политиков, с которыми у них сложились очень добрые отношения, Эрдоган звонил Трампу после его покушения на него, а Камалу Харрис хотел встретиться с Эрдоганом во время Генассамблеи ООН, но Эрдоган отказался, Эрдоган не принял это предложение и не встретился с Камалу Харрис во время того его визита. В общем, в целом, я считаю, что это очень позитивное явление об этом Трампа, я считаю, что политики Соединенных Штатов сейчас будут браться в основу национальные интересы, не какие-то идеологические догмы, не эта левая либеральная какая-то платформа, которая вызывает отторжение даже у многих частей европейских стран или почти половины населения самих Соединенных Штатов. И основанное на здоровых таких национальных интересах, интересах сферы безопасности, сотрудничества, экономического и другого сотрудничества. Все это будет на мой взгляд сейчас доминировать в политике Трампа. И это, я думаю, очень позитивный сигнал и для нас, для нашего региона. 8 лет назад, когда Трамп пришел к власти, он был человеком из черного ящика. Кстати, я видел Трампа, ну, не близко, не общались, но я видел Трампа в Батуми в свое время и знаю, что как раз таки это было, когда он собирался строить, так и не построили. Трамп Тауэр в Батуми, Трамп Тауэр в Баку стоит. Ну, как я понимаю. Значит, я его видел. Так вот, 8 лет назад, но все-таки это был бизнесмен, а это был как политик из черного ящика. Сейчас уже Трамп не политик, из черного ящика. А сейчас мы уже можем предположить примерно, что он будет делать. И вот у меня такой вот к тебе вопрос. Является ли победа этого Трампа предпосылкой к субъектности Европы? К повышению субъектности Европы? Ну, во-первых, я тебе скажу, что Европы другого пути не остается. Европа сама же понимает, что у него другого пути нет. Вот когда Трампа поздравил Макрон несколько часов назад, я читал его твит. Он одновременно после этого написал твит, что я поговорил с Шольцем, как нам вместе реагировать. Срочно нужно, европейцы должны собраться, провести дискуссии в связи с победой Трампа. Тот же самый Макрон некоторое время назад давал интервью, сказал, что он не верит, что Трамп может победить. А теперь, когда Трамп победил, можем, его поздравлять, ну, какое-то двусмысленное такое поздравление, будем с вами сотрудничать на основе ваших, там, наших интересов, вашей амбиции, наших амбиций, какое-то абсолютно непонятное и малообразумительное такое выражение использовал. Но факт в том, что Европа сейчас собирается для того, чтобы определиться к новой, адаптироваться к новой ситуации. Конечно, у Трампа первое его детство, о котором ты вспомнил, конечно, это было своего рода проба пера. Он еще не был сложившимся политиком, все-таки он ушел из бизнеса. Ну вот первые четыре года его президентства дали ему определенный опыт, что получилось, что не получилось, в кадровом вопросе повышать политикой. Потом еще четыре года у него было, когда он был готовился к следующим выборам. Надо силу воли иметь. Один раз занял это кресло, потом его потерял. Как правило, после поражения не возвращаются. я, честно говоря, не помню. Наверное, был такой случай? Это очень редко случаи, когда камбэк такой делается. По-моему, в истории Соединенных Штатов несколько раз было такое. И надо такое колоссальное иметь волю. Кроме того, уже этот не из черного ящика, не из табакерки черт выпрыгнул, а у него уже и с учетом опыта ошибок его, или же опыта удачных его действий. Уже определенный есть опыт, есть представление, есть, я думаю, и команда у него достаточно сильная. И поэтому сейчас европейским странам придется вместе собраться, обсудить, буквально сегодня, завтра это все будет происходить, как им на это реагировать. общее направление известное. Европейский Союз должен быть, как ты сам говоришь, быть более субъектным, видимо, они будут думать о создании каких-то европейских сил, может быть, европейские армии, разговоры об этом давно шли. Адаптироваться им придется, но вот скоро будет большая семерка, конечно, туда должен поехать Байден, как еще действующий президент. Но было бы, конечно, хорошо, если бы кто-то из команды Трампа, который отвечает за вопросы международные, вопрос национальной безопасности, если бы тоже был бы приглашен, либо у Байдена хватило бы ума и политического такта включить его в состав своей делегации и дать возможность там поучаствовать, чтобы был более плавный переход для других стран, для Соединенных Штатов. Адресия тогда будет? Ближайшее время должно, я не помню точно. Просто пока сегодня-завтра пока еще нет людей, которые отвечают. Ближайшие лет, может быть, несколько недель. То есть европейским странам ты прав, этот шаг в этом направлении нужно будет делать. не только европейским странам, но и очень многим. И тут очень важно нам, таким странам, как Азербайджан, как Грузия, а мы должны понять, что вот такое понятие, как коллективный запад, он есть, но немножко изменил свою сущность. там есть разная повестка, разные платформы. И драчка между ними идет достаточно жесткая, например, в Соединенных Штатах Америки, в Германии, во Франции это рассматривается как чуть ли не борьба там либо пан, либо пропал. Но обе платформы в принципе демократические. Считать, что вот одна платформа фашистская, другая демократическая, нет. Много таких элементов леволиберальной повестки, которые очень я считаю антигуманные и жесткие, которые не смогли с концом в голову не могло прийти, чтобы ставить такие эксперименты над обществом. Поэтому вот я вспоминаю, есть такая азербайджанская поговорка очень хорошая, когда ты чувствуешь запах жареного мяса, не спеши радоваться. Это то ли шашлык из ягненка делаю, либо ослак лебят. пока ты не разобрался откуда это ослак лебят или шашлык делает из зенюка, радоваться пока не надо. Поэтому то, что из запада идут какие-то веники, там Европейский союз что-то сказал или что-то. Если тебя, в твоем коллекте, в обществе твоем, в твоем государстве допустим это вызывает какое-то допустим серьезное вопрос, спокойно нужно разобраться что с этим требованием произойдет через 3-4 года. Может другие силы в Европе будут в классе и скажут, что правильно сделали, что послали подальше. Мы сами считаем, что этого не надо было делать. Поэтому понятие коллективного запада сейчас будет рассыпаться на некоторые сегменты и будет там результат вот этих внутренних таких разборок будет длительным, потому что эта волна же не только в Соединенных Штатах. Вот волна началась в свое время в Германии допустим право консервативное такое. Ну Эльдар, но в Германии они не имеют никаких шансов. Нет, подожди, в Австрии в Австрии уже пришли к власти жить. Там я не знаю. Во Франции каждый раз объединяются все мужики кандидатов, чтобы не допустить одну женщину к власти Марии Лепен. Если эти мужики не объединятся все коллективно, то она через них перешагнет и пойдет дальше. Я не говорю, кто там хороший, кто там плохой. Кто плохой в Марии Лепен. Я говорю, я поэтому ничего не говорю. Кто из них хороший, кто плохой. Я имею в виду, что сейчас коллективный Запад будет переживать очень серьезный период внутреннего переустройства, потому что кончилась эта иллюзия о глобальном доминировании, об однополярном мире, которое сложилось после окончания Холодной войны и распада Советского Союза и такое головокружение, которое вылилось в это представление о конце истории, что после этого не о чем уже больше спорить, что-то понятно, что-то либеральная повестка доминирующая и никаких угроз этому нету, никаких вызовов этому нету. Потом даже сам Фрэнсик Коям уже, когда прошло некоторое время, стал объяснять, что люди меня не так поняли, я же не это хотел сказать, не совсем это так, но поздно некоторые люди уже приняли это, это была очень красивая сказка, очень красивая такая легенда, в которой хотелось верить, и они в нее поверили, это вылилось стратегии Европейского Союза и стратегии таких крупных международных фондов и так далее, и так далее, в основе это ложное представление о том, что все уже понятно, все это уже решено, другого пути нет, вот только то, что мы сказали, так и будет. А потом произошло отрезвление, это отразилось очень плохо и на вопросах войны и мира, на вопросах конфликта, не случайно, что именно при демократической администрации и Россия нападала всегда на Украину и Крым произошел во время демократической администрации Соединенных Штатов и нападение потом 22-го года прошло при демократической администрации Соединенных Штатов и нападение на Израиль произошло при демократической администрации. Это все не случайно, что именно при них это все происходит и реваншистские такие государства считают, что хороший, удобный случай, можно попытаться это все сделать. И в сфере экономики. Некоторые очень многие идеи, они просто приводят к развалу экономики Европейского Союза. Связанная сфера энергетики тоже с переходами всякими. Слушайте, я читал на днях коллективное заявление глав компании БМВ, я не знаю, Фольксваген, они обращаются, что наша отрасль просто гибнет. Мы не выдерживаем конкуренции, потому что вы нас заставляете ускоренно перейти через 10 лет уже на электромобили, а там лидером по производству этого является Китай. Мы должны либо Китай все закупать и использовать сварки, это зависимо от Китая попадаем. То есть многие экономические решения даже, они, может быть, просто, они торопятся, может быть, на 10, на 20 лет забегают вперед или что-то делают, но непродуманные эти стратегии. Они приводят единственное тому, что Европейский Союз теряет свою производственную базу, теряет свою лидерскую позицию. То же самое отразилось и на Соединенных Штатах, что они потеряли удельный вес мирового было настолько за последние 20 лет, 30 лет. И поэтому коллективному Западу придется серьезно перестраиваться. А вот Трамп об этом и говорит, что начинается новая эра, мы постараемся сделать это в Вашингтон, векам Америки, нам нужно восстановить свою былую мощь. Нам нужно сделать, чтобы Соединенные Штаты вылечились, как он говорит, он говорит, что больное государство, больное общество, больной экономикой, нам нужно вылечиться и опять стать великой страной. Вот мы сейчас видим этот процесс, это тоже очень интересный, можно сказать, исторический процесс нам это интересно, чем это все кончится, и мы должны учитывать тоже в своей политике то, что происходит соединенные Штаты. Ну, по поводу учитывать в своей политике мы обязательно скажем про экономику и энергетику, кстати. Да, абсолютно логично предложение Трампа, и мы сказали, как отреагировал Насдак, Насдак, кстати, например, пошел до Джонс. Смотрим, как отреагировала Лефт. Это, я еще раз говорю, это не общий тренд пока, это просто реакции. Вот примерно мы видим реакцию на то, что на победу Трампа. Дальше идет коррекция определенная, но реакция, я думаю, понятна. Важно, это очень важное дело, потому что, конечно, Трамп будет стараться снизить цены на нефть, и поэтому и Азербайджан, и другие страны, они должны быть готовы к этому переходу, не случайно, Азербайджан очень много в последние годы вкладывает в эти проекты, переходя на альтернативную энергетику. Кстати, наш адрес, очень много компаний сейчас проводится на армянском лобби, что зачем в Азербайджане проводят этот КОП, почему нефтедобывающая страна должна проводить, ну, во-первых, это 29-й саммит КОП, все 28, за одним исключением там все остальные страны, которые проводили, они тоже добывают либо газ, либо нефть, потому что-то потом напомню, один хороший человек приехал, хочет с тобой побокомиться. Хорошо. И это самое, значит, и кроме того, ведь именно страны, которые добывают нефть, газ, их экономика по-многому зависит от нефти и газа, они именно искренне заинтересованы, чтобы быть в первых видах для перехода на другие альтернативные виды энергии, потому что именно эти страны являются под ударом, именно их экономика может обрушиться, если вообще не готовится к переходу на альтернативные виды энергии, поэтому самое первое крупное вложение это делала Саудовская Аравия, которая на нефтедолларах плывет, но она вкладывает огромные деньги, тоже понимает, что если эта самая эра нефти закончится, то она может рухнуть как государство, естественно, что именно нефтедобывающее государство старается быть в первых рядах вот этого нового технологического рывка и перехода на альтернативные виды энергетики, потому что именно нам угрожает эта опасность а не тем странам, которые нефтегаз покупают. Они раньше покупали нефтегаз, а дальше будут покупать источники из других источников энергии, да, а те, кто производили нефтегаз, вот они могут оказаться у разбитого корыта, поэтому именно Азербайджана есть прямой интерес, прямая мотивация быть в первых рядах стран, которые занимаются этим, носят как-то вложение в эту сферу, изучают ее, стараются создать какие-то альтернативные виды энергии, чтобы Азербайджан в будущем мог бы этот переход тоже спокойно осуществить. Ну, это называется переход от экономики ресурсной к экономике знаний. Смотри, есть риски, риски для Южного Кавказа и прежде всего для Азербайджана и речь идет об Иране, потому что понятно, что Трамп может вести куда более брутальную политику по отношению к Ирану. Насколько ты считаешь велики эти риски? Я не считаю во-первых это риском, это риск для Ирана. Для некоторых это не риск а возможность. Например, Израиль, теперь понятно, почему он тянулся, с ответными ударами, серьезным ударом в отношении Ирана. Я думаю, Натаняху ждал результатов этих выборов. Израиль не граничит с Ираном. Я понимаю. От этого это не снимает вопрос, что Израиль может нанести по Ирану очень серьезный удар. От него ожидали после последнего обстрела баллистическими ракетами. почти 200 ракет были запущены. Поэтому у Трампа всегда в ближайшем восточной повестке стоял вопрос жестко по Ирану. И он когда приходил к власти первый раз, он отменил соглашение ядерную сделку, которую подписал Барак Обам. И сейчас тоже не скрывает, что он сторонник того, чтобы по Ирану был нанесен серьезный удар. Натаняху давно об этом мечтает, но пока была байтинская администрация, пока есть. А байтинская администрация очень жестко сопротивлялась возможному серьезному удару Израиля по Ирану. Ну, теперь вот будет новая администрация. Саудовская Аравия тоже не доверяла байтинской администрации. С Трампом у них были прекрасные отношения. Я думаю, что как только администрация Трампа начнет действовать, то возродится это Авраамовское соглашение, его дух восстановится. Саудовская Аравия, Израиль, Соединенные Штаты и все. Они будут более честно сотрудничать для того, чтобы какой-то форме уменьшить вот такое влияние очень радикалов из Ирана. Они примут серьезные меры в этом отношении. ни для кого не секрет, что очень многие проблемы Азербайджана с США были связаны именно с деятельностью армянского лобби. Это та формула, которую я в принципе вывел и все время говорил об этом. Ребята, конечно, это все слова, это кнопки, которые подкладывают с демократами, но это реально. Сейчас этого будет меньше или этого совсем не будет? Ты знаешь отношения с Соединенным Штатом с Азербайджаном? Если себе представить такую шкалу гела, допустим, пять, пятиступенчатые, пять ступеней с плюсом, да, наивысшая ступень была позитивная, это пять, допустим, чуть ниже четыре, еще ниже три, два, один, плюс один, а потом ноль. После этого ноля еще идет пять, допустим, ступеней вниз. Минус один, минус два, минус три, минус четыре, минус пять. Минус пять это уже враждебные отношения на грани полного разрыва и так далее, а минус один это просто плохие отношения, минус два очень плохие и так далее. Если представить вот такую таблицу, отношения Азербайджана с Америкой, они никогда не могли подняться больше, чем плюс один, плюс два и никогда не опускались ниже, чем минус один и минус два. Потому что с обеих сторон, и в стороне плюса, и в стороне минуса были свои ограничители. То есть наличие армянского лобби в парламенте, в Конгрессе Соединенных Штатов, мы видели в последнем году, армянское лобби восстановляет комитеты, какие? По обороне, по международным делам, по разведке, по делам Европы и так далее. достаточно серьезное влияние в Конгрессе Соединенных Штатов. Пока есть такие ограничения, то мы не могли свои отношения и потенциал использовать полностью. Поднимались до плюс один, иногда до плюс два, но выше этого никогда не было. Но то, что Азербайджан очень важная страна для Соединенных Штатов в Америке и в плане того, энергетических ресурсов, которые у нас есть, и в плане того, какую роль мы играем в коммуникациях, логистике, какое отношение было администрация США во время Билла Клинтона к подписанию нефтяного контракта в ВВЕК Азербайджана, построение Баку-Чебли-Сичи, Чайханы и так далее. И то, что Азербайджан в вопросах безопасности всегда сотрудничал с Соединенными Штатами, когда их войска были в Абканистане, и в сотрудничестве с НАТО и так далее. А это было ограничителем для ухудшения отношений больше, чем минус 1 или минус 2. Поэтому это естественное ограничение есть. Мы не можем отношения поднять выше плюс 2, скажем так, ступени, потому что там армянское лобби этому мешает. И болтается от 0 до плюс 1 иногда до плюс 2. Но они тоже ухудшат отношения между Соединенных Штатами, Азербайджаном, это армянское лобби, не может, потому что другие ограничения уже, Азербайджан важная страна и в плане Южного Кавказа, и в плане коридора, моста между Центральной Азией, Европы и так далее. Поэтому вот эти серьезные ограничения не давали армянскому лобби окончательно разрушить отношения Соединенных Штатов с Азербайджаном. Но они мешали развивать отношения Америки и Соединенных Штатов, Америки и Азербайджана во всем потенциале и выше, допустим, второго уровня подниматься. Мы никогда не опускались на третий уровень вражды или на третий уровень сотрудничества. Вот постоянно это мешало. Может ли в дальнейшем ситуация измениться? Я допускаю изменения ситуации и в позитивную сторону в первую очередь. Потому что если будет пересматриваться вся эта внутренняя повестка дня, то, что мешает развитию Соединенных Штатов, то там очень важная проблема не только в связи с Азербайджаном. Это влияние этнического лобби на работу Американского Конгресса, где это законодательно закрепленный институт лобби это является узаконенной коррупцией. Когда просто бери мешок денег иди в лоббическую организацию постучись на первом этаже и скажешь, что тебе нужно и они составят тебе программу, через неделю пришлют, каждый день встречи с конгрессменами, каждый день обсуждения, все это у других стран европейских за это сажать в Соединенных Штатах это называется закон о лоббизме. А? Закон о лоббизме. Ну да. Тоже самая вещь ты попробуй пойди сделать в каком-то европейской стране и сразу скажешь, как тебе люди, которые заплатили им деньги, они пришли к тебе и ты с ними встретился, им обещал и они тебе обещали какую-то поддержку, то это же государственное преступление. Да, но в Штатах честнее, я считаю, что в Штатах правильнее. нет, я не думаю, потому что это очень серьезно влияет на принятие правильных решений. Правильные решения хочет принять, допустим, Госдеп, условно говоря, в отношении Азербайджана или что-то. Но попробуй это сделать, если там пять комитетов Конгресса нет, но здесь должны быть свои ограничители юридические. Нет таких ограничений, есть ограничения. Когда сидит сенатор Менендес, у которого жена армянка, которые, кстати, оба сейчас под судом, потому что они продавали интересы Соединенных Штатов. Там это с Арменией связано, но это супруга армянка его была посредником в этой сделке. И если мы нашли задекларированные слитки золота сотни тысяч долларов и записали их не все разговоры по телефонам, они продавали интересы Соединенных Штатов. И он сидя в этом кресле председателя Тинамского комитета по международным делам, блокировал назначение Метабразия на работу его послом в Азербайджане. Да, но это было связано с этим, с Египтом этот скандал с золотом. Скандал с Египтом. Но этот коррупционер откровенный, которого супруга армянка, ссылаясь на то, что Метабразия супруга Турчанка, критиковал его и не давал, не дал согласия на его проведение его работы послом Соединенных Штатов в Азербайджане. Девчонки самого супруга армянка это у них доблесть, а супруга Турчанка это очагчащие обстоятельства, что ли? Поэтому вот это... Давай не будем сравнивать супруг, потому что явно не в пользу Менендеса это все будет. Понятно, да. И она сейчас спряталась, его армянка в клинике, что она ужасно больная, и суд над ней немножко задерживается, а над Менендесом уже идет в суд и его посадят. Реально посадят. То есть председатель Севернского комитета будет сидеть в тюрьме за коррупцию. Вот такими людьми пользовались армянское лобби. Поэтому эти вопросы тоже нужно будет как-то по-другому на это посмотреть. Вы думаете, что Трамп изменит систему? Я думаю, что если он говорит, что система нас отбрасывает назад, система не позволяет нам решать вопросы, что надо осуществить это Вашингтонское болото, в какой-то форме, может быть, коснется этого вопроса того, как это этническое лобби влияет на внешнюю политику Соединенных Штатов, мешает ей. И в этом случае отношение может очень улучшиться, серьезно улучшиться, потому что реально между Азербайджаном и Соединенными Штатами отношения должны были быть намного выше, чем сейчас. Поэтому всегда мешала вот эта проблема с этническим лоббированием в Конгрессе Соединенных Штатов. Что ж, мы с тобой проговорили час, я думаю, нашим зрителям, если было еще не все понятно по событиям Соединенных Штатов, я думаю, стало понятно очень много, если что, обращайтесь. У Эльдарда Мазова на этой неделе выйдет еще одна программа, ну, правда, ее мы не сможем посмотреть, потому что на азербайджанском языке искусственный интеллект еще не переводят на так как на этой неделе я спокойно сейчас вышел, потому что попадает на 8 ноября на праздничный день, и поэтому в программе будет государственное телевидение будет праздничное мероприятие. Я в следующий раз выйду в эфир 15 числа на азербайджанском языке на общественном А, ну, за что мы еще раньше выйдем в эфир в следующий раз? Поймал меня на слове, что сказали? Большое, большое спасибо, Эльдар, за очень интересную беседу, и большое спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Пока.